Каждый из нас по стечению жизненных обстоятельств может столкнуться с ограничениями по здоровью, что приведет к серьезным проблемам. Вовремя оказанная помощь и протянутая навстречу дружеская рука смогли уже спасти не одного человека. Особенно же в уважительном и добром отношении нуждаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Повернуться лицом к таким детям и создать условия для преодоления ограничений, возникших в их жизни, это необходимо всем нам. Уроки добра, на которых речь идет о важности, терпимости и милосердия, как раз и служат этой благородной цели. Они будут проводиться в нескольких детских садах и школах района, в том числе и в новой, 12-й школе, где состоялось открытие акции «Уроки добра». Всех собравшихся в зале приветствовал глава Славянского района Роман Синеговский, который подчеркнул, что в Краснодарском крае и в районе делается очень многое для создания комфортных условий людям с ограниченными возможностями здоровья. Мы, когда строим тротуары, оформляем парковые зоны, мы думаем о том, чтобы была возможность двигаться и удобно было заниматься спортом нашим детям, нашим людям. Мы сегодня говорим о трудоустройстве инвалидов, потому что для того, чтобы комфортно жить, нужно также работать, зарабатывать. А гид-бригада школьников выступила перед собравшимися на тему милосердия и любви к ближним. «Спешите делать добрые дела, спешите руку протянуть упавшим, и добротой принять сердца». «Добро творить спеши, мой друг, и для друзей, и для подруг. Порой им бывает чудо, твое добро им будет чудо. Вдруг не жалей огня души, добро творить всегда спеши». Руководитель Инклюзивного Центра Раннего Развития «Росток Надежды» Ирина Пушкарева отметила, что успешные социализации и адаптации к условиям окружающего мира происходят в обществе. И этот успех напрямую зависит от настроя наших сограждан, от терпимого отношения к инвалидам. «Уроки добра – это оформирование толерантного отношения детей нормы к детям с ОВЗ. То есть то, что слабым надо помогать, а не унижать, оскорблять. То, что делает наше общество добрее, толерантнее, отзывчивее. Это дети, которые вырастут более добрыми, чем вот даже сейчас, столько проблем в нашем обществе, столько всяких заболеваний. Если все-таки заниматься, помогать, рассказывать об этом, то общество будет меняться вместе с нами». В шести классах 12-й школы в этот день были проведены уроки добра. И трудно было переоценить большую роль в этом волонтеров. «Когда молодой человек, студент может через волонтерство расти, узнавать больше, двигаться дальше и заодно оказывать помощь, что важно, помощь тем, кто в этом нуждается. Поэтому волонтер – это важный человек в нашем обществе, и хотелось, чтобы их было больше». На уроке добра в непринужденной игровой форме учащимся показали, как нелегко приходится в жизни, если у тебя есть проблемы со зрением, слухом или, к примеру, трудно передвигаться. Тогда любое небольшое препятствие может превратиться в проблему. И преодолеть трудности намного легче, когда рядом есть надежное плечо друга. «Именно игровые технологии помогают легче и лучше донести до детей то, что мы хотим сказать. Ведь именно в игре есть учение. И поэтому нужно каждому ребенку донести эту информацию. Ведь наше будущее в будущем наших детей». Этот необычный урок не прошел зря, потому что оставил свой добрый след в детских сердцах. «Мы должны помогать детям, ну маленьким, инвалидам. Им это все делать трудно. На уроке добра нам рассказали про вот этих детей». «Нам сегодня на уроке добра рассказывали про детей с ограниченными возможностями. И нам рассказали, что им нужно помогать, уважать их, чтобы им было легче в этой жизни». Специалисты Инклюзивного центра раннего развития «Росток надежды», волонтеры, учителя, словом, все, кто участвует в проведении этих замечательных уроков добра, делают наше общество терпимее и человечнее. А это дорогого стоит. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова